Музыка Его называли Железным Сталинским Маршалом. Он успел побывать командующим нескольких фронтов Калининского, Западного, Северо-Западного, Степного, Второго и Первого Украинских. Участвовал в боях на Курской Дуге и в штурме Берлина. Генерал армии Иван Петров писал о нем. У нашего командующего удивительная память и особый дар видеть поле сражения. Есть шахматисты, которые могут играть, не глядя на доску. Так и он может представить себе расстановку частей, не глядя на карту. Умело и точно все просчитывает, возможности транспорта и снабжения. Учитывает даже характер своих командиров и командиров противника. Только когда все рассчитано, расставлено, подвезено, тогда и отдается приказ о наступлении. В студии программы «Рожденная в СССР» дочь дважды Героя Советского Союза Маршала Конева Наталья Ивановна Конева. Наталья Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. С праздником. Уже с прошедшим праздником, но тем не менее праздничные дни продолжаются. Поэтому с праздником вас с удовольствием поздравляю. Спасибо, с удовольствием. Как отметили? Вы знаете, мне довелось в этом году побывать на параде на Красной площади. Так. И потом быть на концерте, который был замечательным в этот же день. Тоже там же на площади, да? Вечером на Красной площади, да. Ну и, конечно, я побывала у Кремлевской стены, потому что там захоронен брах моего отца. И я после парада подошла, как и несколько моих товарищей, тоже потомков полководцев. Мы возложили цветы. И у нас, в общем-то, такая добрая традиция. Мы всегда 9 мая. Стараемся, чтобы мы были вместе в этот день. И обязательно приходим к Кремлевской стене. Мы называем каждого по имени. У нас такая традиция, как бы, вот, обращаясь в этот момент к такой памяти. Мы ее храним все, конечно, с трепетом. И в этот день, 9 мая, я тоже была у Кремлевской стены. Вы сказали, довелось побывать на параде Победы. Я-то думал, что у вас это тоже традиционно и каждый год происходит. Нет, нет. У нас, к сожалению, или так уж повелось, что на парад не всегда удается получить приглашение. Но вот в этом году несколько человек из нашей команды, что называется, получили эти приглашения. Мы побывали. И, конечно, мы ощутили дух праздника совершенно особым образом, который ты не ощущаешь, если смотришь просто как зритель телевизор, а то, что мы всегда смотрим парад 9 мая, ну, это даже не приходится говорить. Всегда это делаем, потому что мысленно возвращаемся к тем временам, когда наши родители были участниками подобных парадов, ну, когда были молоды, конечно. Конечно, конечно. Когда эта традиция была. Мне кажется, у вас вот в эти дни зачастую очень много публичных выступлений. Как правило, приглашаются, что-то нужно рассказывать, вспоминать. Вы знаете, да. Ну, вот в этом году было как-то особенно, может быть, особая была такая атмосфера, интереса. Мы это все ощутили. Это не только мое мнение, моя точка зрения. Вы знаете, очень много было встреч с самыми разными людьми или, скажем, с самыми разными как бы слоями нашего общества. И с молодежью мне довелось встречаться, рассказывать тем, кто, в общем, конечно, представляет историю либо по фильмам, либо по каким-то литературным произведениям. И, может быть, то, что мне удалось им рассказать, было для них интересно, поскольку, мне кажется, всегда живое общение и рассказ об истории, ну, в общем, совершенно невозможно ничем заменить. Были встречи с ветеранами, конечно, и в этом году мне даже довелось присутствовать на очень важном для меня мероприятии. Дело в том, что мой отец родом из губернии, которая когда-то называлась Северодвинской, Вологодской, теперь это Кировская область. Хотя формально, если вот так размышлять географически, чтобы представить зрителю, где это точно, это небольшая деревня рядом с буквально 100 километров до Великого Устюга, который, как вы знаете, является родиной Деда Мороза. Вот мы побывали в Кировской области, и дело в том, что в этом году в Кирове к 9 мая поставили несколько бюстов героям, которые приходят своим происхождением, связанные именно с Вятской губернией, а не вятичи. То есть маршал Конева тоже поставили. Да, и они поставили этот бюст, и там еще поставили бюст маршалу Говорову, тоже папиному соратнику по войне, тоже командующему Ленинградским фронтом в годы войны, тоже очень знаменитый был человек. Хорошо, что бюсты ставят еще на сегодняшний день. И самое главное, что вот это будет в дальнейшем, это совершенно новая аллея, которую они назвали Аллея Героев, там стоят бюсты вот этим вятским героям, а дальше будут такие поставленные памятные плиты, на которых будут выбиты имена всех героев Советского Союза, которые пошли воевать из этой области. И вы знаете, эта аллея героев будет потом такой очень живой и посещаемой людьми, потому что она рядом с Вечным огнем, в парке. И вот мы были на этих торжествах прямо непосредственно перед 9 мая. Поэтому я искренне благодарна. И если меня слышат сейчас, видят вятичи, люди, которые живут в Кировской области из Кирова, я еще раз хочу выразить большую признательность, что они помнят своих героев. И вот даже создали такую аллею героев, которые родились в Кировской области. Ну да, такие герои, мне кажется, тем более уровня такого, как ваш папа, нельзя просто забывать таких победителей. Ну и там уровень очень даже неплохой, потому что там поставили бюсты четырем маршалам. Да. Четырем, да. Говоров, маршал Советского Союза, Вершинин, главный маршал авиации, и маршал Соколов, который был министром обороны, достаточно известная фигура недавнего прошлого. Да, и огромное количество героев, которые вышли вот из этой области. Поэтому мне очень приятно было побывать. Вот такая особая нота этого праздника была, конечно. Ну мы вернемся к этим нотам праздничным, еще будут для нас поводы и основания для этого. Пока хочу поподробнее вам рассказать о человеке, которого мы сегодня будем, конечно, вспоминать подробно, о Ивану Степановичу Коневу, потом вернемся. Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в Кировской области в крестьянской семье. В Красную армию вступил в 1918 году, во время гражданской войны. Был на комиссарских должностях. Великую Отечественную встретил командующим армией в звании генерал-лейтенанта. Войска под его командованием участвовали в сражениях за Смоленск, за Москву, в Курской битве, форсировали Днепр, освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Польшу, Чехословакию, принимали участие в перлинской и пражской операциях. В 1944 году Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза и героя Советского Союза. За образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны был удостоен второй золотой звезды героя. В послевоенные годы командовал войсками Прикорпатского военного округа, группой войск в Германии, был главнокомандующим сухопутных войск и главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил Государств, членов Варшавского договора. Написал две книги мемуаров, 45-й и записки командующего фронтом. Награжден семью орденами Ленина, орденом Победы, орденом Октябрьской революции, тремя орденами Красного Знамени и многими другими наградами. Ушел из жилого мая 1973 года. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены. Вот такая короткая, достаточно визитная карточка, хотя хотелось по главным вехам пройти, чтобы вспомнить легендарного человека. Что-то мы не сказали, конечно, у нас есть еще 50 минут для того, чтобы с дочерью легендарного начальника Натальи Ивановны Конниевой поговорить обо всем оставшемся. Вы к нам, надеюсь, присоединитесь. Телефон прежний 617-5197. Но есть традиция, Наталья Ивановна, в начале программы я, как правило, прошу своих гостей обратиться к зрительской аудитории с каким-нибудь вопросом, желательно с ностальгическим, связанным с той нашей жизнью, с прошлой. Будет такой вопрос? Вопрос, может быть, не совсем точно, может быть, что это вопрос из прошлой жизни. Этот вопрос, но он отчасти из прошлой жизни, отчасти он, в общем, совершенно актуален. Этот вопрос связан с тем, и он четко будет сформулирован на экране, как я понимаю, а сейчас я просто своими словами расскажу, сказать о том, что, конечно, мой отец, его деятельность, его жизненный путь, связан с тем, что войска, которыми он командовал, это войска 1-го Украинского фронта, освобождали, как известно, очень большие территории Европы, в частности, Польши. И это связано было с освобождением Кракова, с освобождением Силезии, с освобождением лагеря Аушвиц-Беркенау, а также территории Германии, в том числе штурм Берлина и Берлинская операция, и, конечно, освобождение Чехословакии, прежде всего, самой Праги 9 мая. И вы знаете, на многих территориях стояли, конечно, разного рода памятники, ну, во-первых, нашим солдатам, которых воспринимали, конечно же, как освободителей, и были поставлены и памятники моему отцу, как командующему этими войсками. И потом ситуация, конечно, политическая, или даже, скорее, геополитическая, она изменилась, и так случилось, что, например, памятник на территории Польши, который был поставлен в 1987 году к одному из юбилеев отца, ну, его уже не было, конечно, в живых, это все не при жизни было сделано, и не сразу после войны, а спустя какое-то время, этот памятник в Кракове был снесен, причем в обстоятельствах, в общем, мало таких приятных для, скажем, близких моего отца. Для меня, конечно, это было совершенно неприятным таким стрессовым моментом в жизни, потому что я увидела, как на шее моего отца было, памятника моему отцу была накинута такая петля, и с помощью техники какой-то тяжелой этот огромный такой монументальный памятник был свергнут или протащен на этой петле с этого пьедестала, небольшого, надо сказать, пьедестала, на котором он стоял. И судьба этого памятника была бы... Спасибо большое, да, с удовольствием. Судьба этого памятника была бы достаточно трагической, если бы папины земляки и низкий поклон, опять же, его землякам из Кирова и Кировской области, которые приняли решение этот памятник отреставрировать, вывести его с территории Польши и поставить в Кирове на родине моего отца. И сейчас, вот уже в 2015 году, когда я была в Кирове, я подошла к этому памятнику, у которого, как выразился губернатор Кировской области Никита Юрьевич Белых, такая непростая и, в общем-то, драматическая судьба, и это правда. Теперь он стоит на пегорке, на такой высоте в Кирове, и там я посадила вместе с папинами земляками сирень, которая является именной сиренью, потому что такую сирень вывели сиреневоды, называется это «Сирень маршал Конев». И вот теперь эта сирень маршал Конев, она посажена у памятника отцу в Кирове. Но судьба-то памятника непростая, да? Памятник стоит и в Праге. Мы знаем, что с Чехией, с Чехословакией, точнее, в 1945 году, связаны очень многие люди, которые пришли туда со свободой, в том числе воины Чехословацкого корпуса, которые воевали в составе 1-го Украинского фронта. И командовал этим Чехословацким корпусом замечательный человек, которого я лично знала и была знакома с ним при жизни отца. Он меня представлял этому человеку легендарным. Это был генерал Людвиг Свобода. И когда я была в Словакии на одном из мероприятий, связанных с освобождением, Словакии, в частности, с борьбой на Дуклинском перевале, туда приезжала дочь Людвига Свобода. Она постарше, она уже довольно такой немолодой человек. И вы знаете, нам было как-то невероятно приятно пожать друг другу руки, посмотреть друг другу в глаза, потому что и мой отец, и Людвиг Свобода воевали вместе, освобождали Чехословакии. Вот там, в Праге, в знак освобождения от фашизма был поставлен памятник. Причем очень такой, я бы сказала, человечный, потому что у отца в руке букет сирени. Это был любимый цветок моего отца. И сирень вообще воспринимался как цветок победы, потому что той весной в Европе очень пышно цвела сирень. Папа говорил, что вот для меня этот день освобождения Праги, помимо того, что это были очень непростые обстоятельства, связанные с проведением этой операции, еще как-то был связан вот с этим совершенно таким фантастическим запахом, который стоял этой весной. Это был еще запах победы, да? Да, запах победы, запах сирени, какой-то вот необыкновенный такой аромат. И поэтому вот человек стоит с этим букетом сирени. Вы знаете, я уже довольно длительное время слышу, время от времени эти разговоры идут в интернете, бывают в разного рода средствах массовой информации о том, что памятник этот нужно снести, что, в общем, этот памятник не нужен сейчас Праге, тем более на том месте, где он стоит. А он стоит в очень красивом районе Праги, называется Грачаны. Там, где встречали наших воинов, и такое историческое ядро Праги, Грачаны. Ну вот, и я подумала, что сегодня, например, такие разговоры о том, что памятники советским генералам или советским командующим, даже я не говорю сейчас о памятнике солдатам, которые уже были в некоторых городах снесены, уже, ну, скажем, передвинуты, да, если найти более мягкие слова для этого процесса. Так вот, я и обращаюсь к грителям. Вот представьте, если бы вам сегодня сказали, что памятник вашему отцу должен быть демонтирован, что он не должен стоять там, где он был поставлен когда-то самой историей, да, не потому что это вот памятник личности, а памятник командующему теми войсками, которые принесли свободу, которые принесли независимость, и которые сразились с фашизмом и освободили этих людей. Вот как бы вы поступили, если бы вам такое предложение последовало, если бы это был ваш отец? Вот я так очень развернуто и долго об этом говорю. Ну да, 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 мы сейчас кемка напишем его титрами. Да, кратко это будет сказано. Вот что бы вы сделали? Как бы вы поступили? Так что бы вы сделали, ну, гипотетически просто представить ситуацию? Конечно, гипотетически, безусловно. Памятник вашим родным, близким, вашему отцу, как в данном случае отцу Анталии Ивановны, был бы демонтирован, перенесен, как бы вы в данном случае поступили. Причем перенесен с той территории, которую, ну, кровью и потом, это вот так банально будет сказано. На самом деле, все культурное наследие, которое было в Кракове, в том же, да, возможно сохранить, в той же Праге, все это было маршалом конем, сохранено. Это бы просто был его почерк такой своеобразный. Да, это правда. Не тронуть историческое наследие этих безумно красивых стран, наполненных историей, чего, кстати, не удалось сделать с Берлином, об этом мы поговорим чуть позже, да? А пока Виктор из Мариуполя послушаем. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Виктор. Наталья Ивановна, вот у меня такой вопрос, может, не совсем уместный, но на ваш вопрос ответ однозначно, я думаю, тут не стоит это развивать. А вопрос у меня такой, как вы относитесь к тому, что я вот отношусь к категории детей войны, по крайней мере, историю изучал не по сегодняшним украинским учебникам. И знаю, что на подступах к Берлину погибло очень много людей, как говорится, каждый метр кровью палит. И вот как вы относитесь к тому, что Горбачев сломал эту границу? Горбачев, который не имел никакого отношения к войне, еще этим гордится. Спасибо вам. Вы имеете в виду Берлинскую стену, да? Берлинскую стену, да, которая была разрушена. Спасибо. Есть ответ на этот вопрос? Ну, этот вопрос, он неожиданный, да. Он неожиданный, потому что он касается, конечно, политических проблем, которые мы можем, как граждане своей страны, обсуждать. Но, видимо, в тех условиях, в которых развивались отношения между нашими странами на тот момент, между Советским Союзом и Германией, вопрос этот не мог, видимо, быть решен иначе. Как я к этому отношусь? Вы знаете, вот удивительным образом, мой отец штурмовал Берлин, как известно, и был непосредственным участником этой берлинской операции. Прошло какое-то время, и он снова оказался в Берлине уже в 61-м году. И хочу напомнить, может быть, это не все зрители знают, особенно если это люди, ну, не имеют такой жизненной истории, как вы. В 61-м году сложилась очень острая политическая ситуация вокруг западного Берлина. Как известно, в 61-м году наши танки и танки американцев практически стояли дуло в дуло. И вот в этих обстоятельствах, когда любой какой-то шальной выстрел мог вызвать начало боевых действий, начало новой, третьей мировой войны в Европе, Хрущев, тогда он возглавлял наше государство, попросил моего отца, хотя у них в этот момент уже были довольно непростые отношения. Мой отец был снят с той должности, которую он занимал, и отправлен в отставку. Но в 61-м году Жуков, простите, Хрущев произнес свою знаменитую фразу «Сделаем ход конем», используя метафорическую фамилию моего отца, и отправил его командовать группой советских войск Германии. И одной из задач, которая была поставлена, с одной стороны, это использовать авторитет, конечно, который в 61-м году был абсолютно бесспорен у отца, потому что помимо того, что он был известен во время войны, имел практически все высшие награды союзных государств, которые принимали участие в антигитлеровской коалиции, он еще, конечно, и обладал таким очень сильным характером, и волевым характером. И Хрущев решил все эти качества, и его известность, и его характер использовать для того, чтобы вот в этой непростой ситуации политическое взаимоотношение Соединенных Штатов сделать этот ход конем. И задача, которая была поставлена на правительство, построить Берлинскую стену. Отец за то, что он поставил Берлинскую стену, вот вам, пожалуйста, парадокс, получил титул, которого он не имел после того, как освободил Берлин от фашизма, а именно титул почетного гражданина Берлина. Но когда Горбачев принял то решение, о котором мы сейчас с вами говорим, то есть когда отношения наших стран вступили совершенно в иную такую геополитическую фазу, моего отца лишили звания почетного гражданина Берлина. Вот как судьбы человека, как личная судьба находится в таких вот немыслимых совершенно переплетениях, как вот случилось, о чем я вам сейчас рассказывала, в немыслимых таких переплетениях в истории касается одного человека, а на самом деле касается гораздо более широких проблем в контексте вообще исторических каких-то моментов, о которых мы сейчас говорили. Поэтому вопрос, он не имеет однозначного ответа, как вы догадываетесь. Давайте мы сейчас попытаемся проиллюстрировать документально все, что сказала Наталья Ивановна о тех событиях 61-го года, а потом вернемся в студию. Значит, в 61-й год возводится ограждение, перекрывается граница между Западом и Восточным Берлином и месяц спустя между Западом и Восточным Берлином. Американцы приняли решение снести эти временные пограничные сооружения. Вывели на контрольно-пропускной пункт Чарли бульдозеры, они были наварены, ножи на танки, и с включенными моторами они ждут приказа. Я назначил Иван Степановича Конева главнокомандующим нашими вооруженными силами в Германии. Все знают, и у нас, и на Западе, кто такой Конев. Я отдал Коневу приказ вывести на дистанцию прямой наводки наши танки против этого контрольно-пропускного пункта с полным боезарядом, и если американцы двинутся, стрелять на поражение. Наши танки были выдвинуты на 200 метров от этих американских бульдозеров. А по спецканалам Роберта Кеннеди было выделено следующее сообщение. Если вы начнете эту свою авантюру, прекрасно знайте заранее, что вас ждет. Поступил следующий сигнал из Вашингтона. Подождите, мы подумаем. Через некоторое время продолжается из Вашингтона по этой же линии следующее сообщение. «Отодвиньте, пожалуйста, свои танки на 100-200 метров, поскольку мы без потери лица тогда сможем отодвинуть наши бульдозеры на соответствии». Вот так мы разошлись. Вот октябрь, 22-23 октября 1961 года, мы были в 200 метрах от мировой войны. «Дожденные войска СССР» Вот видите, мы не гадали буквально, не знали Вашего вопроса из Мариуполя, но как все получилось, что те события 1961 года решили осветить и с этой позиции тоже. Вспомнить о том, что происходило тогда. Кстати, я не помню должности, которая была у Вас в Панчене. Знаете, я хотела сказать о человеке, который только что рассказывал. Это очень важно, потому что Валентин Михайлович Фалин, он был послом Советского Союза в Германии, в Берлине. Он находился тогда непосредственно. Этот человек великолепно знает историю, помимо всего прочего. Он может считаться экспертом в этих обстоятельствах. То, что он рассказывал, это абсолютно чистая правда. Ну а папе Вашему, помимо непосредственно каких-то обязанностей, которые Фалином ему были предложены, приходилось быть дипломатом во многом. И даже фраг он имел, насколько я знаю. Да, но это была другая история. Вы знаете, в 1945 году, когда Европа переживает такой сложный очень момент выстраивания новых, может быть, структур политических разных, экономических, отца назначают командовать центральной группой войск. Она находилась, вернее так, штаб центральной группы войск находился в Вене. А еще точнее, вот для тех, кто бывал в Австрии, знают, что есть такой совершенно замечательный курортный городок Баден, совершенно недалеко от Вены, где как раз и стоял вот этот самый штаб центральной группы войск. Вот этот дом в Бадене, у меня есть фотография, где мой папа и моя молодая мама, еще у меня на свете, конечно, не было. Вот они, где-то фотография сделана там вот в одном из садиков, таких полисадничков этого дома, где они жили. И отец должен был, находясь в Вене, как верховный комиссар Австрии. Была такая должность, потому что Вена, как и Берлин, была разделена на зоны. Там была американская, английская, французская зона и, конечно, советская зона. Вот он был верховный комиссар Австрии. Имела огромный авторитет. Ну, не только потому, что конкретно это мой отец, там и авторитетный военный, профессионал и так далее. Ну, просто потому, что наша страна в этот момент имела огромный авторитет, как страна, которая низвергала фашизм, которая внесла такой огромный вклад в разгром фашизма в Европе. И поэтому к отцу относились со страшным уважением. У меня дома хранятся чудесные такие свидетельства этого отношения, приглашения, побывать, например, в Венской филармонии на каком-нибудь концерте, где исполняется Бетховен, побывать на опере, в Венской государственной опере. Указаны, значит, там места в партере, где он должен был побывать. И отсюда, конечно, доводилось решать вопросы невоенным путем, как вы понимаете, хотя группировка там стояла наша. То есть функция дипломата, переговорщика. Но надо было включаться в какие-то переговорные процессы, к слову скажу, потому что это затрагивает какие-то личностные моменты. Вы знаете, уца была такая черта, которую со временем я начала понимать, что это так. Конечно, я в молодости, когда он был рядом со мной, я даже не отдавала отчет, что это так. Но у него было то, что мы сегодня очень любим называть словом харизма. У него действительно был какой-то такой личностный магнетизм, который очень притягивал людей. Он, наверное, был таким харизматическим человеком, поэтому в переговорном процессе всегда бывают харизматики, которые берут на себя какую-то энергию трудных решений, трудных переговоров. И для того, чтобы иметь какой-то имидж, как мы сейчас любим говорить, ему даже довелось сшить фраг. Этот фраг я храню. И даже иногда были выставки в Австрии. Меня просили коллеги, музейщики, историки привезти туда какие-то две вещи, которые им казалось, и они просто олицетворяют. Надо принять звонки. В общем, фраг хранится, я думаю, что и крахмальная рубашка тоже, манишка, вернее, хранится тоже. И манишка, и бабочка. И бабочка, конечно. Сшитые у лучшего венского партнола, как стали, друзья мои. Галина из Тольятти. Галина, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина. Наталья Ивановна, очень рада вас видеть. Я в 47-м году родилась в городе Вилсдорф как раз на территории, в которой отец мой тоже, извините, волнуюсь. В общем, папа мой, я-то в 47-м году родилась, но папа остался военным еще. Все время в семье фамилии вашего папы все время звучало, потому что папа сначала остался в Германии служить, но он освобождал и Польшу, да, и все время они, вот, как его, как, ну, коллеги, товарищи, да, за столом все время вспоминали вашего папы. Говорили, что они были очень рады, когда он был там назначен, и потом уже, ну, после войны долго вспоминали. И хотел вот коснуться как вашего вопроса, и того, как относятся к нам сейчас в этих странах, которые освобожденные. Вы понимаете, что в 65-м году мне случилось случайно встретиться с девушкой, которая приехала в Россию учиться из Германии. Вот она полюбила нашего солдата, и, знаете, мы были удивлены, она говорила, что я полюбила этого вашего русского, потому что мы считали, что за наши менее моральный, а моральный облик наших ребят, которые там служили, был очень высок. Это во-первых, вот. Во-вторых, значит, сейчас уже можно сказать, я понимаю, круто было вашему папе на фронте, но я была мала еще, да, и, говорит, на кухне были такие разговоры, что папа говорил, что очень трудно было воевать на польской территории и с польскими союзниками, потому что одно такой случай, что, сейчас уже можно рассказать, левый фланг, на котором должны были быть поляки, он был оставлен во время сражений, и им пришлось очень много потерять. Вот. И насчет памятников, я хотела вам сказать, я вспомнила слова Пушкина, он говорит, я памятник себе воздвиг нерукотворной. Вот. И поэтому, мне кажется, лучшая память, лучшая память может быть там, если им не нужны эти памятники, да, эти памятники верхушкам, верхушкам, но тем, кто остался старшим поколением, они все равно будут помнить, они все будут помнить. И недаром, вот у нас, например, помните, после революции, говорят, кресты срезали с церкви, что-то еще, но вера все равно осталась. И вот сейчас даже говорят, в память иногда, если ты не можешь попасть на кладбище, на могилу своих родственников, как говорят у нас, что душа находится не в земле, не в могиле. Она находится, она вот у нас. Спасибо вам большое за воспоминания, спасибо вам за такие сравнения тоже. Я вспомнил историю, кстати, связанную с тем, что законево молились, вот сейчас говорили о Боге, о душе, в той же Польше, про которую мы сегодня говорим, по поводу, если говорить про Западную Европу, там, мы вспоминаем Польшу и Чехословакию, там была какая-то чудотворная икона Богородицы. Да, вы знаете, там была такая замечательная история, которую я хотела бы тоже, может быть, вспомнить сегодня, к случаю, вот говорили о вере, и вопрос был, в общем, очень хороший и тонкий, на самом деле, спасибо вам, это тонкий вопрос, что важнее, памятники, которые можно воздвигать, или та, так сказать, живая память в душе, которая либо сохраняется от человека, либо ветра истории, вот эту, раздувают, так сказать, эту память, и все, и ничего нет. Я думаю, что вы правы, вот для меня гораздо важнее та самая память идеи, о которой вы сегодня сказали, когда собирались на праздник и вспоминали своего командующего. Спасибо вам за это. Так вот история о вере. Когда наши части освободили Краков, то следующий город, который надо было, небольшой город, но очень важный на самом деле, это город Ченстохов, это Ясногорский монастырь, где находилась величайшая святыня, не только для католиков, но и для православных, это Матерь Божья или Богоматерь Ченстоховска, матка Боска Ченстоховска, как поляки ее называли. Чудотворная икона. Чудотворная икона, да, которая была величайшей, остается величайшей святыней, которая была спасена, когда Ченстохов, так же, как и Краков, был освобожден этот монастырь неразрушенным. И говорят, что после войны католические ксензы, священники, они молились, просто обращали к Богу молитвы за здравие моего отца, что он не допустил процесса разрушения, потому что могли ведь как, ну, брать города ведь нередко брали, использовали крупнокалиберную артиллерию, авиацию, бомбы летели авиационные. И вот вспомните Дрезден, который просто рухнул, да, вот в одночасье этот прекраснейший город Европы, к тому же еще он назывался открытым городом, я уже к Дрездену перешла, но это, может быть, потом мы скажем. Так вот, эта икона, она необыкновенная, чудотворная, потому что по преданию эта икона была написана Евангелистом Лукой на доске, на которой проходила трапеза Святого Семейства. То есть там еще вот такая абсолютно... Поэтому для них это величайшая святыня. Я, к сожалению, так и не доехала до Ченстохова. Но вот все время как-то вспоминается об этом, и когда я с поляками иногда встречаюсь, которые хотят, ну, вот что-то такое очень теплое мне сказать, вы знаете, они вот в большей степени даже вспоминают вот об этой святыне, потому что для них это тоже... Это матка Боска какую-то особую роль сыграла, даже не только спасение Кракова, да, вот всех этих ценностей. Ну, в этом сила молитвы, конечно, такое дело, и монахи молились за самого Конева, конечно, после спасения вот этой духовной ценности. Алла из Балтимора, Алла, если дождались, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Наталья Ивановна, добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Наталья Ивановна, 10 минут телевизор был отключен, может быть, до меня кто-то это сказал. Правильно ли я помню, что благодаря Ивану Степановичу Коневу не был сгромлен Краков? И не так, как американцы разгромили Дрезден. Я правильно помню или нет? Скажите, пожалуйста. Алла, спасибо. Спасибо. Вы абсолютно правы. Я считаю, что мы не должны никогда забывать о том, что Дрезден был разбит, не имея к этому никаких военных причин. разбит, прежде всего, английская авиация, союзническая авиация, как это в истории хорошо известно. Это не имело военной цели, это имело какие-то другие цели, о которых мы сейчас не будем говорить, может быть, позже у нас будет время. А Краков был спасен таким образом. Вы знаете, там была не просто, ну, какая-то легенда об этом, что вот он не разбит. А дело в том, что отец издал такой приказ по своему первому Украинскому фронту, который освобождал Краков и все вот эти земли, чтобы не бить Краков, не разбивать его крупнокалиберной артиллерией авиационными бомбами, которые наносят необыкновенный ущерб городу. Это во-первых. А во-вторых, он оставил немцам коридор, о котором они знали, что они страшно боялись окружения. Это известно в истории войны. Они страшно не любили это и старались всегда проводить все операции немецких генералов так, чтобы не попадать в такие мешки окружения. И поэтому отец, зная вот о том, что немцы такую тактику всегда используют, они старались уходить от всех окружений, он отдавал им коридор для выхода. И вот в Кракове этот коридор был открыт, и немцы вышли. И город оказался не разбит. И когда мы гуляем по Кракову, когда мы видим все эти старинные средневековые площади, соборы, вы знаете, вот сердце радуется, что не надо ничего реставрировать, не надо ничего там делать, потому что все осталось подлинным, так, как это было с давних времен польского средневековья. Ну, надо сказать, что вот мы сегодня говорим про снос памятников в Европе, и не случайно этот вопрос задала вам Наталья Ивановна в начале программы, но помимо вот памятников с распоряжения самого Конева были построены и некоторые архитектурные... уже спустя годы, в той же Чехословакии. Следующий сюжет на эту тему повернемся. У каждого города в Чехословакии есть свои символы этого дня, своя память. Для Братиславы навсегда священным местом стал Славин, где похоронены советские воины, павшие за свободу этой земли. Но есть и другой символ. Это мост через Дунай, который носит имя Красной Армии. Говорят, что мосты соединяют берега и сближают людей. Но бывает и наоборот. Мюнхенская сделка сделала этот старейший и единственный тогда мост границей. Крупный район на правом берегу Петржалка шесть долгих лет был оторван от Братиславы. Когда под ударами советских войск фашисты отступали, они взорвали мост. Кадры хроники переносят нас в 45-й год. Хочу представить вам ветерана войны и труда, бывшего партизана, товарища Бениамина Хладный. Судру Хладный, спрашиваю у своего собеседника, какую роль играл для Братиславы этот мост в те годы. После освобождения нашей родины Красной Армии сразу же началось строительство этого моста, вспоминает Бениамин Хладный. Он имел для нас огромное народохозяйственное и политическое значение. Давал выход к промышленной Петржалке, соединял с Австрией и Венгрией. По приказу маршала Конева советские солдаты всего за пять месяцев построили новый мост. Ну вот просто один из созидательных примеров, и опять-таки могу вот словосочетание употребить, почерк Конева чувствуется, да, в данном случае не только по сохранению какого-то исторического наследия, но и просто для бытовых каких-то моментов, чтобы построить мост, в данном случае, как в Братиславе произошло. Я бы упомянул некоторое время назад и Берлин, там, конечно, бы тоже, быть может, удалось бы, если бы не сами немцы, сохранить историческое наследие города, да, но каждый дом был превращен в крепость, поэтому сложно было. Бои в Берлине. Берлинская Мадонна тоже там была под большим опором. Ну, что касается Берлина, если мы затронули эту тему, конечно, мне бы хотелось сказать, что Берлин совершенно особая страница вот в истории освобождения Европы, потому что немцы до последнего затягивали войну, надеясь, что если Берлин останется под флагом Райха, что называется, да, то сопротивление все-таки будет наступающим частям советской армии оказываться, ну, даже психологически более плотно, чем если бы Берлин был тут же, как столица Рейха, сметен с исторической площадки. И Гитлер об этом рассказывали на Нюрнбергском процессе немецкие генералы, насколько я вот помню историю, что старались эту войну затянуть, надеясь, что центр руководства войсками вермахта будет переведен в Альпы, что, в общем, удастся вот затянуть таким образом войну и решить ее каким-то иным образом. Но наступление наше, двух фронтов, как известно, это фронт Жукова, первый белорусский фронт, Конева первый украинский, два огромных фронта шли на Берлин, но Жуковский фронт шел в том направлении, где немцы ожидали этого главного удара. И надо сказать, ну просто нельзя по-другому, это ведь большая правда, что немцы готовились к тому, что продвижение Жуковского фронта будет вот таким вот, так сказать, по главному направлению на Скюстринских высотах, вот на Зиеловских высотах, Скюстринского плацдарма, простите, на Зиеловские высоты, где как раз и было очень большое количество жертв. Но не потому, что кто-то там плохо распорядился, а просто потому, что немцы сделали все для того, чтобы подступу к Берлину с главного направления были... Потому что это было эпицентром сражения. Да, что это будет эпицентр вот этих боев. Так и случилось. Так и случилось. И поэтому избежать тех страшных жертв, которые там были, и разрушения, которые там были. Каждый, кто видел хронику, видел вот эти разрушенные улицы, дома там. Это же невероятно. Я просто не случайно вспомнил про Сикстинскую Мадонну Рафаэля, потому что есть удивительная история. Ну да, это другая история. Да, связанная тоже с Коневым, которого тоже сравнивали. Говорили, ты не Мадонна, ты же Конев. Да, да, да. Вы знаете, эта история, она совершенно очаровательна, это даже неправильное слово, наверное, неправильное. Эта история сама по себе, просто самоценность какая-то в жизненном пути отца. Дело в том, что когда фронт первый украинский наступал, одно из направлений наступления было на Дрезден. И вот Дрезден был освобожден, хотя и был страшно разбит, как я уже сказала, авиацией, союзников. И у отца была информация от разведки, он этой информацией владел, что где-то в окрестностях Дрездена спрятаны сокровища Дрезденской галереи, о которых отец, конечно, знал, у него была эта информация. И в один прекрасный день ему доложили, что найдена штольня, большую роль, надо сказать, в спасении, вот и в нахождении, в обнаружении этих сокровищ сыграл один из офицеров Первого Украинского фронта, офицер из какого-то разведанного подразделения, его фамилия Рыбинович, его зовут Леонид, ну, уже его нет на свете, и царство небесное этому человеку. Вот, и приехавшая из Москвы как эксперт и как человек, который должна была заниматься этими процессами, Наталья Ивановна Соколова, тоже, к сожалению, ушедшая из жизни, доктор искусствоведения, который срочно присвоили звание майора, и она в огромных сапогах, потому что не нашлось меньшего размера, значит, отправилась тоже туда, в эти штольни. Действительно, отец туда почти сразу же, как только ему информацию эту принесли, что, видимо, там находятся эти сокровища, он в эти штольни поехал, и он говорит, что маскировка немецкая была на совершенно фантастической высоте, потому что шла такая рельсовая дорога туда, в эту штольню, как будто какой-то заброшенный рудник или шахта, все заросло травой, не скошенной, какие-то желтые цветы, это же был уже май, и какие-то вот эти желтые цветы, то есть как будто бы нехоженная абсолютно тропа, и вот когда они вошли, сначала одну дверь нашли, потом вторую, потом еще какой-то вход, и вошли в помещение, где или были прислонены, или лежали в ящиках эти сокровища, которые сегодня есть сокровища старой галереи Дрезденской, известного хранилища. То есть не в самом приглядном, где они хранились. Не в самом приглядном, но дело не в том, что немцы так уж варварски со своими сокровищами обращались, а просто потому, что в результате авиационных ударов нарушена была электроснабжение, вы понимаете, что режим, в котором должны храниться картины, он связан с системой обеспечения самой разноплановой. Там этого не было уже, и поэтому была сырость, и когда Наталья Ивановна Соколова вот так провела платочком по одной из рам и по холсту, она увидела вот эту жуткую черную плесень. Ясно, что было, картины надо перевозить, и перевезли сначала в летний дворец саксонских королей, который там был, там они просушивались, приводились более-менее в порядок для того, чтобы их перевозить. И однажды Наталья Ивановна Соколова, которая активно очень сотрудничала с отцом и даже проводила, знаете, такие удивительные экскурсии, она очень хорошо владела, конечно, материалом, она знала все это, и вот она сначала для командования, потом для офицеров, потом сказали, а вот и солдаты тоже хотят послушать, она проводила экскурсию. Ей нужно было перевести картины по транспортным средствам, да? И надо было перевести эти картины, и тогда я тебе сказала, ну что, вот у меня очень хороший самолет, я сам на нем летаю, сказал он Наталье Ивановне, она всплеснула руками, сказала, боже мой, ну вы же маршал, а она Мадонна. И с тех пор на фронте у отца повелась такая шутка, что вот когда что-то делала, невозможно было сдвинуть шутка была, вот оттуда, из тех времен. Вот откуда это пошло, понятно. Вот это оттуда пошло. Мы сегодня неоднократно вспоминали, не случайно, конечно, Первый Украинский фронт, войсками, которым руководил, командовал, конечно, маршал Конев. Давайте мы сейчас вернемся, перенесемся, вернее вспомним тот самый легендарный парад победы 45-го года, это будет правильно, потом вернемся в студию. Прославленный на весь мир маршалы Советского Союза направляется к частям своих фронтов. Командующий Первым Украинским фронтом маршал Советского Союза Конев. Первый Украинский фронт. Его путь от степей Украины до Праги тысячи километров через всю Украину и Польшу, Силезию, Саксонию, Чехословакию прошли эти легендарные войны. Рожденные в СССР Рожденные в СССР Наталья Ивановна Конева у меня сегодня в гостях в прямом эфире дочь знаменитого военачальника маршала Советского Союза Конева 617-5197. У нас не так много времени до конца эфира остается, но тем не менее и на вопрос Натальи Ивановны успеете ответить еще, быть может, за оставшиеся 13 минуты что-то услышал от самой Натальи Ивановны тоже. Кстати, я знаю, что для самого Конева война не закончилась в мае 1945 года, да? Продолжались бои в Праге еще. Да. И отец. Вы знаете, пражская операция, она была очень даже серьезной для фронтов, которые шли вот в этом направлении. И группировка фельдмаршала, генерал-фельдмаршала Шернера сопротивлялась очень активно. И я знаю, что когда мы в Прагу приезжали с отцом, ну, это было в 60-е годы, первое, что он делал, он всегда говорил, сейчас мы обязательно поедем на Ольшаны. На Ольшаны, это Ольшанское кладбище находится совсем недалеко от самой Праги, ну, практически это окраина Праги. Вот не так давно я туда ездила и посмотрела, в каком виде содержится захоронение наших солдат, которые там лежат. вы знаете, в очень хорошем на самом деле и наше посольство, и наше государство делает очень многое для того, чтобы помочь содержать. Я так боюсь, не успею вас расспросить, нам многие еще темы. И вот там есть могилы, на которых стоит дата 10-е, 11-е, даже 12-е мая. То есть наши солдаты еще оказывали, им оказывали сопротивление фашисты и погибали уже тогда, когда вся страна праздновала победу. И это тоже правда. И кроме того, что я боюсь, что-то не успеть спросить Натальи Ивановны, мне еще хочется какие-то сюжеты вам обязательно показать сегодня. Давайте посмотрим один из них. Он вступает в только что созданную Красную Армию и окунается в круговорот гражданской войны. В должности комиссара бронепоезда Конев проходит путь от Перми до Читы и заканчивает войну на Дальнем Востоке комиссаром стрелкового корпуса. Потом были курсы при военной академии и назначение командиром 50-го стрелкового полка в Нижнем Новгороде. Я командовал полком пять лет. Многие говорили, что ты засиделся, предлагали всякого рода должности, намекали, иногда даже хиромизировали и так далее. Я решительно от всего этого отказывался. Я полк учил и учился у полка. Я проводил занятия сам, очень сложные, не прерывно продолжающиеся днем и ночью. с выходами в поле, с отрывом от базы. Учил полк напряженно, настойчиво, упорно и сам одновременно учился. Коневу удается невероятное на несколько дней остановить наступление немцев на Москву. Это не остается незамеченным. 12 сентября Иван Степанович принимает командование Западным фронтом. Это было самое опасное направление в те дни. немцы яростно, не считаясь с потерями, рвались к Москве. В начале октября четыре армии фронта попадают в окружение в районе Вязьмы. Армии попавшего в окружение дрались героически. Они сыграли большую роль. Главное заключается в том, что они дрались, а не бежали. Да, коротко сказал Дарья Ивановна подрезюнировав. Впрочем, важно было увидеть настоящего Конева, мне кажется, сейчас показать те кадры. Тем более, мы вспомнили такой путь военачальника Дальнего Востока еще в 20-е годы. Вы знаете, справедливости ради не могу не сказать. Отец принадлежал совершенно уникальному поколению, об этом еще сегодня не сказали мы. Дело в том, что он еще до гражданской войны, он в 16-м году был призван царскую армию, когда шла Первая мировая война. И он был участником Первой мировой войны. Он получил свои первые погоны унтер-офицера именно на Первой мировой войне. Представьте, человек, у которого за плечами две мировые войны. И не только он. Надо сказать, что вот эту школу рядовых, а потом младших офицеров прошли очень многие полководцы, которые потом получили высший полководческий орден, Орден Победы в 45-м. Что касается Дальнего Востока, мне вспомнилась, мне кажется, такая более романтическая история, связанная с знакомством с первой женой. Там же на Дальнем Востоке познакомился. Да, он познакомился там. Дважды была жена от Конев, надо вам сказать, а потом первая супруга познакомились там, да? Хотелось бы двое братьев. Сестра и брат у вас были, да? Да, у меня был брат Гелий и старшая сестра Майя. И должна сказать, уважаемые телезрители, что отец таким образом строил отношения, что он никогда не своих старших детей от первого брака никогда, ну, как бы сказать, не отодвигал на второй план по сравнению со мной, как младшей, там, конечно, любимой дочерью послевоенной его во втором браке. Мы очень дружили. И, надо сказать, почти каждое воскресенье мой брат Гелий, его семья, моя сестра Майя, ее семья, приезжали на семейные обеды. Он выстроил отношения таким образом, что моя сестра и моя мама были в очень хороших отношениях. И она, может быть, даже моя сестра доверяла моей маме то, что, может быть, она и не всегда могла кому-то еще доверить. У них были очень какие-то теплые искренние отношения. А я свою сестру просто обожала. И в значительной степени то, что я стала филологом, то, что я выбрала свою специальность, на это повлияла моя сестра, которая тоже была филологом. Только она занималась Польшей, она была полонистом и закончила филологический факультет славянское отделение. А я закончила филологический факультет романо-германское отделение. Мы очень, так сказать, активно всегда обсуждали все вопросы, которые были связаны с литературой, искусством, культурой, потому что такая обстановка, она очень хорошо как-то, ну, в семье была сформирована. И мой отец когда-то сказал своим детям от первого брака, вот, хозяйка этого дома, уважайте ее. Если у вас есть какие-то сомнения, не приходите сюда в этот дом. И как-то очень точно выставил, так сказать, все приоритеты. И надо сказать, что дети разделяли мнение. Они очень хорошо к моей маме относились, она была необыкновенно предана. 31 год она прожила в браке с моим отцом и 31 год она была его вдовой. Здесь такая своеобразная мистика семья же была. Да, да, да. Я так жалею, что она просто удивительный собеседник Натальи Ивановны. Многие вещи, связанные даже с семьей, мы просто вам не успеем рассказать за оставшиеся 7 минут. Меня поразила история очень коротко сейчас о брат вашего Гелия, которого зовут, да, и о тех сапогах, которому отцу специально сшили как к выдающемуся военачальнику на Парад Победы. И он пошел пощеголять перед будущей невестой. Он пошел слушать Соловьев своей девушкой. Да, это так называлось. Соловьев своей девушкой, да, которая потом, кстати, стала его женой, являясь дочерью врага народа. При этом ее Конев принимает в семью, потом она проходит действительно большую интересную творческую жизнь. Да, она княжна Чагадаева по своему происхождению. Это правда. Я видела даже дворянскую грамоту, подписанную его императорским величеством, ее княжны Чагадаева. Она была женой моего брата и была заслуженной артисткой ансамбля Моисеева. Отец очень гордился своей Ирочкой и хранил долго в архиве фотографию из правды, где было написано, что она удостоена звания заслуженной артистки. Ну, что касается Калининского фронта, это тоже отдельная история в жизни маршала Конева. Там судьба дарит ему своего ординарца, так он называл встречу с будущей женой, с мамой моей сегодняшней гости. Следующий сюжет о маме, потом вернемся. Отец к ней присматривался, хотя, наверное, чувство симпатии возникло сразу, потому что мама была такая тоненькая, очень симпатичная. Она всегда вызывала такие очень светлые, хорошие чувства у людей, которые ее знали. Вскоре после знакомства с Тони Ивана Степановича назначают командующим на Северо-Западный фронт. С Тони он уже не хотел расставаться. Ивана Степанович получил назначение на Северо-Западный фронт. И тоже он всех в машине и всех забрал с собой. Конечно, поехала на Северо-Западный фронт, но я ему уже сразу понравилась. Он уже ухаживал за мной. Красиво умел ухаживать. Ну, он ухаживал, а жены выхаживали, так получается. Первое, Тифа спасала супруга, вторая от язвы желудка, очень серьезное заболевание имел маршал Конев. И тоже время может не позволить, но тем не менее, вот мы венские события сегодня вспоминали, а именно в Вене случился приступ язвы, да, и нужен был выдающийся какой-то доктор, специалист. и папу спас врач, который был великолепным профессионалом, но при этом он был членом национал-социалистической партии, то есть он был нацистом. И когда его привели, ему не стали говорить, что перед ним маршал Красной Армии, да, ему не сказали. Но этот немец, когда вошел, он увидел, на вешалке висит отцовская шинель с маршистскими погонами. И он все понял. Это было невозможно спрятать. И он откозырял, так сказать, и сказал такую фразу, на которую отец сразу среагировал. Он сказал, вот наши бы врачи никогда бы не довели своего полководца до такого состояния. Он сказал, вы знаете, не читайте мне мораль, если можете, лечите. И он действительно его спас, понимая, что, может быть, самые главные истоки его обострения этой язвы было, потому что просто жуткие стрессы были, ему нужно было как-то разгрузиться, потому что закончилась война. То есть язвы лечить, а причину заболевания. Да, и просто вот стрессы, вот это вот дикое напряжение, которое спало, и вот в итоге организм не выдержал. И поэтому он сказал, перестаньте вообще заниматься этими всякими лечениями, никаких операций, охота, отдых, спокойствие, и вы, вы придете в себя. Так и случилось. И, в общем, он всегда был благодарен этому человеку, который выручил. Он пытался его найти, но он не нашел его по какой-то информации, она, может быть, не точна. Он был осужден судом Нюрнбергского трибунала, потому что якобы он использовал каких-то наших людей для опытов. Ну, может быть, и использовал, мы же этого не знаем с вами. Мы этого не знаем. Но вот так случилось. Но человек был очень хорошим врачом, просто профессионалом, великолепным. И он его спас. Две минуты остается до конца эфира. Вам хватило в жизни, Наталья Ивановна, общения с отцом? Нет, вы знаете, как раз, может быть, моя судьба в какой-то степени счастливая, в какой-то степени драматичная, потому что, когда я стала понимать какие-то жизненные важные вещи, он уже стал прибаливать, уже какие-то проблемы появились. А я еще, может быть, недостаточно понимаю, конечно, была увлечена своей жизнью, чтобы ее выстроить. Это и молодость, это и любовь первая, это многие какие-то обстоятельства. И, может быть, я не была достаточно внимательной в этот момент. Может быть, теперь я уже об этом жалею, не смогла с ним поговорить о каких-то вещах, которые сегодня меня мучают. Мне бы хотелось узнать о них. И мне бы хотелось именно из первых уст о них узнать. Но я уже этого сделать не могу. И вот об этом я ужасно сожалею. У меня бы тоже из первых уст, уже из старых уст, в данном случае, хотелось бы узнать сегодня о Коневе. Вот тоже о свенцах мы не вспомнили. Тоже удивительная история, которая требует отдельного рассказа, да? А отец туда не пошел для того, чтобы не стать ожесточицей. Он сказал, я на войне не принадлежал себе. И я не мог вот ожесточиться. Я понимал, что я должен воевать дальше. И он не поехал. Вот первый момент, когда ему доложили, что ворота раскрылись, и были спасены, по-моему, семь с половиной тысяч людей. Я в этом году ездила в Освенцим. На меня это произвело какое-то необыкновенное впечатление. Вы знаете, вот когда ты побывал в этом месте тогда, когда съезжаются огромное количество жертв, которые были там, вот люди, которые были жертвами Освенцима, они были музниками. Это какая-то аура особая. И вот когда вы среди них, и они об этом рассказывают и показывают, и говорят, а ты в каком бараке? А вот у тебя такой номер, значит, ты был там, а я там был. Это невозможно. Мы выходим из эфира. Спасибо вам. Мне, конечно, часа не хватило, поэтому будем надеяться, что встретимся еще. Договорились? Спасибо, да, отлично. Наталья Ивановна Конева была у меня сегодня в гостях. Жду вас завтра, как обычно, в 22 часа. До встречи.